здравствуйте это канал стрепуха напоминаю что все мои видео выходят по вторникам и пятницам в 13 часов 15 минут по московскому времени сегодня будем готовить хапаму хапама это фаршированная тыква для этого рецепта нам подойдет либо одна тыква весом около двух килограмм либо если вы выращиваете тыкву сами или у вас есть соседи которым этим занимаются возьмите небольшие тыковки по 500 грамм и сделайте хапаму порционной что мы сегодня и сделаем а для рецепта нам понадобятся совершенно нехитрые ингредиенты мы будем использовать рис изюм грецкий орех и лук а из приправ только корица и соль а жарить мы все будем на отопленном масле я сегодня попробую кокосовая но можно и на обычном корове начнем с начинки репчатый лук порежем мелко 30 грамм промытого изюма заливаем кипятком если вы делаете все это в одной тыкве весом 2 килограмма то используйте 50 граммов изюма 30 граммов грецких орехов измельчать в ступке или мелко порубить ножом если вы используете это для тыквы весом 2 килограмма берите 50 граммов грецких орехов не старайтесь измельчить орехи в пудру должны попадаться кусочки чтобы лучше чувствовался вкус начинки для начинки мелко нарезанный лук обжариваем на среднем огне в топливном масле примерно 3 минуты через три минуты добавляем сырой рис и жарить до золотистого цвета после того как добавили рис примерно жарить рис с луком еще три минуты рис питает себе ароматы отопленого масла и лука немножко потряхивая вот таким вот образом отставляем сковороду в сторону и приступаем к тыкве немного присматриваемся к тыкве каким образом чтобы она стояла очень устойчиво у меня вот такое положение теперь нужно верхушку у тыквы срезать теперь при помощи острой ложки и ножа нужно удалить всю сердцевину вынимаем аккуратно косточки с мякотью стараясь не повредить стенки нашего будущего горшочка стенки должны оставаться примерно шириной около полутора сантиметров одна емкость для приготовления готова отделяем зерна от плевел моем случае отделяем мякоть тыквы семечки нам не понадобятся отставляем их в сторону мякоть мелко порубим помещаем измельченную мякоть тыквы в миску добавляем немного соли тыква очень сладкая поэтому соль конечно не повредит перемешиваем одну чайную ложку корицы сюда же грецкие орехи измельченные замоченный изюм откидываем на сито даем ему немного стечь обжаренный лук с рисом добавляем в начинку для тыквы сюда же добавляем замоченный изюм размягченный все тщательно перемешиваем подготовим противень разделим начинку примерно на столько частей сколько у вас тыков или если вы готовите в одной выкладываем ее туда начинку надо класть не полностью учитывайте тот момент что рис в объеме увеличится и займем объем тыквы внутренность вот так вот до верха не дохожу примерно полтора два сантиметра выравниваю чтобы начинки было примерно одинаково во всех емкостях во всех внутренностях и заливаю водой если вы готовите по моему рецепту примерно по 50 миллилитров в каждую тыкву выкладываем тыквы на застеленный пергамент или силиконовую подложку закрываем их крышками теперь духовку нужно разогреть до 170 градусов и отправить их готовится на два часа через два часа достаем наши ароматные тыковки и выкладываем их на открываем положите сверху кусочек сливочного масла и полейте медом говорите о пользе тыкве мне не приходится потому что все это знают хапама поистине осеннее блюдо приготовьте ее по этому рецепту и вкус вас обязательно удивит я желаю вам уютной осени не забудьте поставить лайк этому видео подписаться на мой канал я желаю вам всего самого доброго подробное описание рецепта вы найдете как всегда внизу под видео и в конце этого ролика после тушения кожица тыквы становится мягкой и податливой изюм разбух орехи набрали сочность ну а теперь самое приятное каша в горшочке с орехами сизима с невероятным тыквенным вкусом и ароматом а самое главное что если вы не будете использовать сливочное масло то этим рецептом можно будет воспользоваться и в пост даже самый строгий потому что здесь нет ни мяса ни рыбы а только овощи и орехи уже вкусно